Всем привет! Я жду свое метро, как обычно, на часах 5.14 или 5.13. Сегодня, наконец-то, пятница, что очень радует. У меня укороченный день на один часок. Поэтому идем на работу с радостью. Доброе утро, ребята. Пятница, в 7 утра. У меня сегодня очень интересный день. Я сегодня не иду на работу. Я иду сдавать экзамен. Практически по вождению. В общем, права я сегодня должен получить. Успехов мне, удачи. Вот я уже приехал в ТЮФ. Вот он виден. Вот машина, на которой я сдаю. Сейчас ждем экзаменатора и едем в путь. Ура, ребята! Поздравляю вас! Я сдал экзамен. Мне очень повезло. Я сдавал первый. Я приехал в ТЮФ с инструктором автошколы. И оттуда мы поехали в автошколу. То есть, так как я сдавал первый, мой маршрут был заранее известен. Мы предварительно с инструктором отъездили этот маршрут. И я его знал хорошо. Так что я сдал без единой ошибки, без единой помарки. Плюс ко всему мне попался один из самых лучших экзаменаторов. Он вообще не имел никаких претензий. А услышав, что я плохо говорю по-немецки, вообще сказал инструктору, давай ты сам будешь говорить ему куда ехать, где остановиться, развернуться, там давать задания всякие. В общем, я справился безупречно. Единственное, в одном месте превысил скорость на три километра. Но это не считается ошибкой. Ну и вот, когда экзамен закончился, экзаменатор поздравил меня. Предупредил, чтобы я не нарушал больше скорость, а то меня оштрафуют. И выдал такую бумажку, с которой я должен пойти туда, куда я отдал свои права. Ordnung amt называется. Führerscheinstell. И вот с этой бумажкой я получу свои права. То есть, эта бумажка не является временными правами. Я не могу ездить на машине с этой бумажкой. А должен пойти и забрать реальные права. Ну вот, я иду. Вообще, обычный экзаменатор сразу выдает права по окончании экзамена. Но иногда почему-то выдает бумажку. От чего это зависит, я так и не понял. И почему мне так повезло. Может, если слишком легко сдал экзамен, значит, тяжело будет идти за правами. Так организована электронная очередь. А у меня был номер 89. Ну вот, два часа в очереди постоял. Получил, наконец, свои права. Вот они. Та-дам! Теперь можно снова кататься на машине. Что не может не радовать. Всё, приехал я домой. Вышел с метро. Надеюсь, что в ближайшее время мне в метро больше не понадобится ездить. У нас не работает в машине кондиционер. Так вот, в начале недели я его решил починить. Прав у меня ещё не было. И я попросил товарища, чтобы он отвёз мою машину в автосервис. В общем, кондиционер не починили. Мы насчитали 666 евро за ремонт. Я, конечно же, отказался. Ну вот, машина осталась в автосервисе. Километр три от дома. Так что я поеду на велике за ней. Я нахожусь в деревянке через дорогу от нашей работы. Вот там вот виднеется наша работа. Здесь домики. А здесь детская площадка. Вот такая вот штука, чтобы лазили детки. Интересная. Там мне нравится ещё вот эта вот штучка. Можно лечь в гамачок и покататься. Обычные котельки. И там песочница, получается, под навесом. Видите, как здесь интересно. Под горочкой есть такая маленькая беседочка. Ну вот, я решила полежать в такой качельке. На улице 23 градуса тепла. В общем, очень приятно. Работать осталось ещё 2 часа. Это очень-очень рада. А сейчас у меня обеденный перерыв. Жалко, что он длится только полчасика. Жалко, что он длится только полчасика. Ура! Мы вернулись к машине. Я на радостях поехал, забрал. И решу сработать. Нефига есть только работать. Да, так классно. Мне не нужно ждать. Садиться на бус. После буса пересаживаться на метро. Потом с метра идти пешком. Меня довезут до дома прямо. Это так классное, такое ощущение. Забытое уже. Наконец-то у нас теперь, не знаю, всё, всю жизнь. Свобода. Да, можно ездить. Весь мир открыт снова. Мы не закрыты в тонких стенах метро и велосипеда. Наконец-то мы можем добраться в те магазины, в которые не ходит общественный транспорт. Мы можем поехать погулять. Ну и, короче, лето. Что вам объяснять? Лето и машина. Это классно. Ну вот, обычно здесь мы ехали, когда выходили оттуда из метро. На велосипедах. Теперь снова на машинке. Ну на велосипедах мы ещё, наверное, поедем, когда будем ехать в этот, в школу. Или нет? Не хотелось бы, да? Не хотелось бы. Ладно, тогда поищем парковку в центре. А у нас ещё проездной. Ну, проездной мне понадобится. Оплаченный. Я каждое утро на работу езжу по нему. Ну вот, теперь мы не имеем права объезжать велосипедиста, потому что мы находимся в зоне 30. А он имеет полное право ехать с любой скоростью. Пришла какая-то посылка к нам из Али. Лежала в почтовом ящике. Алёша экспресс. А мы едем срочно кушать, потому что этот маленький мальчик даже не кушал сегодня. Даже не кушал. Я просто успел там съесть. И больше ничего. А время уже обеденное давно прошло. Так что надо быстренько восполнить потраченную энергию. Всё, теперь мы в магазин едем на машине. Но только представляете, когда последний раз мы были в машине, на машине, мы тогда радовались, что её починили. И это, пошли на радостях её помыли. И внутри, и снаружи. С тех пор мы на ней пару месяцев не ездили. И она опять грязная. Зараза. Так что придётся в ближайшее время, наверное, опять наведаться в мойку. У нас тут рядом припаркованы такие яркие мотоциклы. Прикольно. Этот тёрненький, но у него колёса оранжевые. Класс. Мы приехали в Лидл, который находится за городом. Мы в него так давно не приезжали. Пользовались услугами только центрального, а там такой контингент не очень. И маленький он там какой-то. А здесь побольше есть где разгуляться. Так прошла наша пятница. Спасибо за просмотр. Всем спасибо. Пока. Пока. Более подробное видео о правах будет позже, когда я всё посчитаю, поделаю. Цены специально не указывал, потому как я их не знаю и не помню. Надо считать. Пока. 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 recom�и.